всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот замечательное видео дополняющий некий большой материал называется она день за год а год за тысячу лет это название на значке к видео название вот два года как символ двух тысяч лет христианством до второго пришествия иисуса христа на землю записываю я его в рамках плейлиста семь тысяч семь тысячелетий человечества ну или я решил плейлист отдельно выделить на этом канале на котором вы смотрите данное видео под названием христолю проповедь и упьющего в пустыне вегана этот плейлист будет называться времена и сроки решил я вот так назвать и тут там будет собраны все последние видео которые записал по данной теме все будет ссылка будет здесь подсказки будет в последнем закрывающемся окне и есть ссылка в описании и там же будет ссылка на эту страничку моего сайта авторского христианского сайта под названием 7 тысячелетия человечества где собраны все материалы которые я уже ролики записывал все места из библии где мы с вами узнаем о том что мы с вами живем в начале седьмого тысячелетия от сотворения первого человека или в начале третьего тысячелетия от рождества от евангельских событий ну как у нас говорят от рождества христова а значит грядут последние времена вот-вот грядет иисус и нас все ждет с вами тысячелетнее царство в 3 3 тысячелетия или седьмого тысячелетия об этом данном видео вы знаете мое бремя я не умею писать короткие видео давайте это видео пока но так как она крайне мы его сделаем все таки таким подведем итоги почему потому что во первых я передел немножко страничку сайта разделил ее на три раздела назвал их соответственно два дня как две тысячи лет христи как две тысячи лет до который прообразом является во второй раздел я выделил два года равно две тысячи лет христианство то есть то два дня две тысячи лет теперь два года это две тысячи лет такой библейский принцип сегодня в принципе ролик будет посвящен потому что я еще мне господь кое-что открыл через даниила и поэтому ролик конечно поводом явился записи то вот как раз что что еще одно место нас добавилось хотя есть в евангелии сус притчу рассказывает да а некой бесплодной смоковнице мы сегодня не вспомним но ролик уже записан а вот по даниилу мы поговорим попозже и третий раздел семь дней равно семь тысяч лет человечества вот такие три раздел я сделал я уже вы помните видео я достаточно много записал штук сколько их там четыре получилось да по всем я в отдельный плейлист на канале их выделю давайте мы еще раз пробежимся теперь уже вот по моей измененной страничке чтобы так немножко освежить в памяти зная при меня библейский принцип что у бога один день как тысячи лет ибо перед очами твоими тысячи лет как день вчерашний псалом 89 стих 5 и одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленный что у господа один день как тысячи лет и тысячи лет как один день естественно я всегда стараюсь выставить узнаете по библейскому принципу от начала до конца да то есть ветхий завет что-то показываю потом из нового завета заканчиваю все книга откровения но который является последней книги нового завета начинаю с бытия первой книги ветхого завета как и ну и как его называют да давайте вам просто пробежимся я не буду углубляться вспомним в исходе да я вам просто буду так что у вас в памяти кто уже смотрел тому просто зафиксируем так подытожим подведем итог чтобы у нас все было по полочкам а кто впервые попадет на это видео или увидит его вы сможете посмотреть все ролики в данной теме по данной теме времена и сроки 7000 лет человечества я просто буду зачитывать вот эти вот один день как тысячу лет до что придет господь и все это разрушит царство антихриста и мы будем править с ним тысячу лет и так исход 19 10 11 к третьему и сказал господь моисею пойду к народу объяви освети его сегодня и завтра пусть вы ему это одежды свои чтобы быть готовыми к третьему дню его в третий день сойдет господь и глазами всего народу на гору синаи оси 613 скорби свои они с раннего утра будут искать меня и говорить пойдем возвратимся господа ибо он уязвил и он исцелит нас поразил и перевяжет наши раны оживит нас через два дня в третий день восставит нас и мы будем жить пред лицом его и так познаем будем стремиться познать господа как утренняя заря явление его и он придет к нам как дождь как поздний дождь оросит землю марка 11 12 главы вы помните как иисус два дня ходит в иерусалим и на третий день он уже приходит на ослики да кто знает это вхождение вход господа в иерусалим происходит это же на третий день ну тут надо много читать я вопрос своими словами пересказываем марка 14 12 через два дня надлежало быть празднику пасхи пасха переход переход из смерти в жизнь когда еврейский народ переходил воспоминания я там всем казнях египетских а то что они были избавлены от плена египетского и все это помните кто читал библию и она 1 9 тоже два дня и он крестителя показывает меня куда-то я картинку делал ну ладно добавлю я видим перекопировал когда потерялась картинка вы помните что два дня где-то я ее потерял ну ладно подделаю после того как ролик запишу два дня ян крестителя вот так вот картинки он решил что было понятно два дня ян креститель показывает написано ученикам своим вот агнец божий который берет на себя грех мира но давайте зачитаем и вот свидетельство и она прислали священник с проектом на другой день видеть и она идущего к нему иисуса и говорит ему вот агнец божий на другой день то есть раз день два день опять стоял я и двое из учеников его и увидев идущего иисуса сказал вот агнец божий и услышав от него эти слова об ученики пошли за иисусом иисус же обратившись и увидев и их идущих говорит им что вам надо он поворачивается да как во второе пришествие они сказали ему учитель где живешь говорит им пойдите увидите они пошли и увидели где он живет и пробовали у него день тот был около десятого часа то есть два дня образ я на крестители это образ пророй это образ проповедников апостолов учителей христианства и те кто показывает вот она агнец божий идите за ним кто пойдет течение двух тысяч лет то третий день будет пребывать с господом следующее место помните когда иисус в храме устроил дебоши там всех выгонял и сказал иисус им в ответ разрушите храм этот и я в три дня воздвигну его ну три дня это такой язык тоже древник на третий день считается до на третий день воздвигну его когда иисус был в самаре и да и потому когда пришли к нему самаряне вы помните беседа с самарянкой он я все там рассказывает она убеждается что он тот мессия и самаряне все приходят она бежит в село рассказывает что там нашла мессию пойдите посмотрите он или не он они выходят иисус с ними обратно к ним село возвращается и написано что пробыл них там два дня два дня символизирует что христос что среди язычников то то есть две тысячи лет христианства на земле воскрешение лазаря когда же услышал что он болен то пробыл два дня на том месте где находился иисус воскрешение лазарь естественно символизирует всеобщее воскресенье и когда иисус услышал что он болен то то есть он пришел только туда воскрешать лазарь через два дня опять две тысячи лет христианства вот такие два дня два года мы сейчас с вами пропустим сейчас вернемся то что чему посвящен сегодняшнее видео хотя давайте мы как раз второе а пробежимся еще закончим и все-таки 3 где один день как тысячи лет закончим и убедимся в этом и так по поводу два года как две тысячи лет христианства я сначала зачитаю вам что я написал со своей такой мини статьи как я пишу да если у бога если мы берем принцип что у бога один год равен одному дню в пророке езекииле есть такое место господь говорит ему день за год день за год я определил тебе а один день равен оказывается тысячу лет ибо предотчаями твоим тысячи лет как день вчерашний и у господа один день как тысячи лет и тысячи лет как один день значит один год это есть тысячи лет то в библии находим несколько мест указывающие на третий год как символ тысячелетнего царства на земле со христом после двухтысячелетнего христианства на земле а все события книги откровения произойдут начале третьего года я помните сетовал что ну как-то странно что у нас только вы знаете тоже библейский принцип я вам всегда о нем говорю иисус его не раз вспоминал при двух или трех свидетелях свидетельствах истина всякое слово истина подтверждается я всегда пользуюсь этим принципом стараясь сюда найти как минимум два три места в библии которые говорят об одном и том же и как и как удивительно сначала мы с вами рассматриваем в прошлый раз я вам рассказал в прошлых видео это притчу о смоковнице бесплодные о виноградаре а господине виноградаре мы ее сейчас тоже вспомним но попозже она говорит нам но нам сразу говорит и о двухтысячелетнем христианстве и о тысячелетнем царстве со христом давайте мы сначала даже все таки и разберем ну или хотите даниила как хотите я сам не знаю и так и так можно их можно менять местами ну конечно так как книга и вы знаете все реками всегда настаиваю читать слева направо и сверху вниз давайте все-таки начнем с пророка даниила даниил конечно же нам расскажут что о рубеже этого двухтысячелетнего христианства и тысячелетнего царства со христом в книге пророка даниила есть четыре видения о последних временах я их поместил все сюда но давайте разбираться у каждой они начинаются с главах естественно люди поделили поделили правильно каждое видение это отдельная глава или там две главы ну начинается уж точно но с главы это всегда будут первые стихи этого достаточно для для наших сегодня темы для не выдирание из контекста я не буду сегодня вы знаете как я люблю много читать сегодня мы с вами ничего читать даже у даниила не будем ролик посвящен именно вот этому пророчеству видением даниила да поэтому я его и назвал хоть день за год еще лет я в принципе с вами сегодня еще раз вспомним эту смоковницу там все-таки маленькая коротенькая притча иисус ролик такой обобщающий подведем итоги ну и новое место добавилось мне конечно же хочется с вами поделиться все все этой тайной истины до даниилу показано четыре видения давайте начнем естественно с какого начинаем всегда с первого это второй увидите что всегда у меня главы идут по списку то есть не все не шиворот на выбором первое видение это вторая глава первый стих что мы читаем во второй год царствии новоходоносора снилось новоходоносору сны и возмутился дух его и сон удалился от него этот сон был кто знает очень знаменитое место о некоем истукане и этот истукан был уничтожен каким образом камень не спал с небес и попал ему в ноги и разрушил этот истукан но худоносор не мог истолковать от сон даниил все ему растолковал ибо бог открыл ему все что будет вы скажете слушай ты же говорил что на третий день должно ведь рубеж тысячелетия второго тысячелетия третьего это есть последние времена в которых мы с вами все сейчас теперь погружаемся в которых мы живем второе пришествие и третье тысячелетие это тысячелетие царство христа на земле и со своими праведниками там с более-менее средней греховности человеками по всему лицу земли тут здесь же не попадает здесь не говорится на третий год все это произошло во второй год я вам зачитаю свой комментарий здесь сказано во второй год но ведь это видение этот сон этот не не сон подправить этот сон который видит но худоносор и толкует ему даниил он не о последних временах конкретно я вам сегодня все не буду мы с вами не будем обращаться 2 главе кому интересно сами может почитать может перейти на мой канал христолюк чтение библийных писаний ссылку если не забуду тоже добавлю описание на книгу пророка даниила раз все-таки ролик ему посвящен тоже сегодня вы можете со мною последовательно почитать и там все вот это рассказывать показываю сейчас я буду поэтому про своими словами говорить в свободе слова обычно я на этом канале стараюсь ролики в таком формате и писать да то есть это видение о последних временах конкретно а а о периоде от самого царянного ходоносора до последних времен поэтому поэтому нам это место не подходит в том плане что увидеть что последние времена начнутся в третий год да вот мы должны вот эту вот увидеть символ то есть поняли да потому что это золотая голова этого истукана даниил прямо говорит на худоносору это ты вот это вот золотая голова это ты твою царство сейчас которые да тут все 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 землей а всей вселенной так скажем об обладал ну конечно не всей вселенной но действительно топе персидская тогда империя она разрослась поработила еврейский народ разрушив там весь иерусалим да это вот как раз вот это вот семьи 70-летний кто слышал вавилонское пленение то есть это та империя тогда вавилонская со столицей вавилоном да вот она разрослась ну кстати прообраз конечно и последнего вавилона да вот и и и и вот эти вот истукан там у него разная у него грудь там одного цвета одного материала там бедра ноги и вот в частности стопы и он ему говорит я вам не буду все рассказывать уже доходим до стоп стопы это те же самые тот же самый дракон книги откровениям ну зверь там не дракон зверь на так говорить то что у него непонятно чего да как он выглядит вот это зверь такой у которого 10 гол 7 голов 10 рогов так вот эти конечно же стопы этого истукана это символ у того зверя он будет и у даниила сейчас мы до нее дойдем до этих видений тоже этих образов он же в книге откровений этот зверь нам изображен показан через некого она до которой у нас дошло до нас дошло откровения 10 пальцев не просто так это как раз те 10 царей те 10 рогов на семи головах дракона то есть все совпадает он и говорит что это и даниил ему прямо уголь что это последнее царство вот эти вот 10 10 пальцев 10 царей это последнее царство именно она будет уничтожена камнем с неба камень мы знаем кто это христос да он упадет он ну тут упадет камень до иисус придет и явлением силы являет явлением своего истребит всех кто восстанет на господа поэтому здесь рассказано все именно поэтому к нам и не подходит что да это то скажем а по нет это не последних временах а просто большое видение от новоходоносора до второго пришествия христа поэтому как бы нам и не подходит вот это первый стих во второй год он нас не смущает он никак не опровергает вот этот библейский принцип что в третий год настанет второе пришествие после всех об клип апокалиптических событий второе тут уже видение которое вернее не не видение а тоже сон я потом поправлю себя в этих если не забуду что я хотел тоже две вещи поправить да сонтов на уходоносору снился теперь сон снится даниилу в первый год валтасара царя вавилонского даниил видел сон и пророческие видения ну тоже в принципе и видение написано ну как бы сон видение понятия такие очень близкие да здесь сказано в первый год но и это видение не о последних временах сон и видение я добавлю своих комментариях не о последних временах конкретно о большом периоде периоде опять от царства льва до царства последнего зверя то есть тут уже теперь даниилу 7 глава снится некий сон с видениями с откровениями о чем о неких четырех животных четырех зверях до последний зверь как раз вон тот там на заднем плане вы видите вот он тот как раз то с десятью рогами с большим рогом который есть антихрист но дани до него он видит как выходит еще четыре зверя там первый лев с крыльями орла второй там медведь третий там какой-то непонятный зверь типа барса даст только куча голов и тоже крылья там и все у него вот и и то есть этот сон тоже означает не конкретно последние времена потому что последние времена символизирует только вон тот зверь на заднем фоне то есть это опять показано ему и так ему начинает ангел толковать потом что это рассказывать объяснять что это четыре царства которые идут одно за другим в истории человечества и более того от нас сокрыто даже кто этот если если сона на выхода носора истолкован достаточно так скажем подробно но в общих чертах потому что это столько видите тысяч лет объята и очень кратенько но просто сказано что даже голова это злота это есть ты сам ты царь до даниил ему говорит то здесь нам ничего не сказано об этих трех животных первых да то есть сам даниил вопрошает уже ангела который ему все это истолковать ну как расскажи мне вот о том самым страшным лютом он говорит там звери которые там зубами все крошит попирает ногами говорит расскажи мне о нем подробнее и вот о нем более подробно рассказывается и мы узнаем что как раз вот царство зверя последних времен человечества да поэтому опять видим что это сон не о последних временах а все и вот эти вот видения даниила видение стукана видение вот этих четырех зверей у даниил были другие видения у него было видение о том что будет с навуходоносором вы помните то сон про дерево который был великой на упала и он ему говорит что царь это просто ты от своей гордости возвеличишься когда упадешь и будешь 7 лет как животное жить тебя будут пасти и будешь есть всю траву что и случилось навуходоносором чтобы он познал господа вы помните где даниилу вообще по по его молитве по плачу о том что же будет вот с народом еврейским вавилонском пленении бог открывает ему что вот скоро будет выйдет повеление царя вы будете отпущены пойдете восстанавливать иерусалим храм и более того в этом же видении предсказано что точное точное время пришествие иисуса христа его убийство и разрушение после этого потом разрушение храма вот это мерзость запустения кому надо было читать конечно же надо было читать как раз что что и читали иудеи и ждали у меня будет на это отдельное видео скоро на это место ну все это вы можете найти у меня и впоследовательном чтение так как библии уже давно мной записано но я там не мог вся тонкости охватить вот именно вы знаете как я люблю распыляться вот но я 7 лет уже на ю тубе и сейчас стараюсь уже когда общие мазки моего слова за семь лет нарисованы ю тубе я углубляюсь углубляюсь уже более мы с вами тонкие тонкие вещи на картине да собираем пазлики все собираем собираем мелкие мелкие вот и конечно же это все ну все можно было читать но мы с вами потихоньку подбираемся последним двум видением даниила 8 и 10 главе описаны первое из этих двух это видение давайте зачитай вот как мы теперь видим с вами что написано в третий год царствование валтасара царя явилась мне даниилу видение какое же виде видение видит даниил а вот какое даниил уже видит видение конкретно последних временах сейчас мы об этом с вами узнаем это не христолюк придумал даниил 81 в третий год царствование валтасара царь явился мне даниил видением но это уже мой комментарий а вот видение овна и козла а видит он некоего овна с рогами там ну со своими этими барашками видит козла который и поразит этого овна мы не будем сегодня с вами естественно как я сказал все это глубоко зачит и углубляться глубоко познавать это кому интересно вот сейчас много роликов и последних временах выходит я говорю прежде всего можете просто последовательно хотя бы вместе со мной прочитать с моими комментариями книгу даниила очень рекомендую и там и ангел который всегда посылается даниилу рассказывает ему все это объясняет показывает толкует все эти что что какие образы ему показаны у нас сегодня с вами не эта цель но там я просто вам своими словами пересказываю вы мне можете поверить пока потом проверить что так и есть вот то есть он ему говорит что все это вот и рассказывает что это заведение что за царство последних времен вот в таком вот образе да и как там будет поражение и что чем все это закончится но наша с вами сегодня цель лишь совместить вот эти два две вещи да третий год и последние времена и дальше я вам зачитываю уже с 18 стиха и когда он говорил со мной вот этот ангел да я без чувств лежал лицом моим на земле но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал вот я открываю тебе то что будет в последние дни гнева ибо это относится к концу определенного времени то есть вот мы с вами видим что здесь когда даниилу действительно показывает сон уже конкретно по сути из хотите современным языком даниил ты жил за пять веков до рождества христова да это как раз он ему говорит что по сути эти виды даю книгу откровения которую мы современно своим христиане уже по папа потому что некий аннам передал да мы с вами имеем то есть он говорит что вот тебе книга откровения в таком вот образе эта книга о последних временах и следующий образ уже самого вот этого зверя который прям в книге откровения точно так же он описывается у даниила тут прямо параллель и калька накладывается одинаково 10 глава первый стих как мы видим начинается точно так же в третий год кира царя персидского было откровению даниила ну да я кстати так написал и видит его даниил аккурат в третий год вот 10 глава еще раз повторяюсь новое видение было откровение даниилу заметьте так и называется откровение даже да как книга откровения о чем она там уже вот этот зверь уже более подробное видение там уже столько всяких тонкостей и мелочей кто изучает книгу откровения обязательно надо изучать два вот этих видения да вы можете про истукана один раз посмотреть так скажем то все понятно все там нету больше никаких мелочей сначала нам общая картина знаете как художник села просто решают контуры схему там где рука изображает там человека потом вырисовывать все вырисовывать потом уже там всякие вплоть до слез нагло на глазах или там вот эти как называется отражение рисует чтоб картина ожила да вот так и мы с вами поэтому конечно же там истукан это очень грубо это что еще от ну ходоносор идет нам уже с вами людям живущим в последние времена уже ну хорошо мы знаем увидим про совпадение все идеально да опять камень пришествие христа уничтожает царство все все что мы оттуда можем черпнуть на об этом иисус прямо говорил все потом апостолы его и книга откровений а вот как я уже сказал даже тот об этот 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 сон его где четыре звери он ведь тоже там там нет почти никаких подробностей даже хоть он его расспросил о том вот этом четвертом зверя которым вот ему вот а спросил да ангел немножко рассказал но бог показал ему большое потом откровение вот о том о чем он по сути в том вот втором видение но это его сон вас понимать да как я выражаюсь 1 2 3 4 потому что ведь я показал вам 4 хоть и рассказал обо всех что и даниилу было открыто и и о пришествии христа но в рамках сегодняшнего видео темы которому рассматриваем мы с вами 4 берем и о них размышляем это вот я говорю сон новоходоносора бустукани сон даниила 4 животных видение как мы увидим уже так будем видите как раз их делить как прям в книге написано видение овна и козла как о последних временах на третье и уже откровение вот о звере последнего времени как мы видим начинается она со слов в третий год как мы с вами разобрались мы примем божеский принцип что день за год полагаю тебе год за день до а день у бог как тысячи лет значит год равен тысячи лет с вами видим что в третий год по прошествии двух лет по прошествии двух тысячелетий христианства господи все все вся книга откровения последнего рена наступает и все события книги откровения сбывается и давайте еще немножко почитаем я чуть-чуть пропускаю чтобы вам вас обращать внимание на все важные просто вещи которые мы сегодня в рамках этого темы рассматриваем то есть мы с вами первый стих посмотрели с 12 там там речь идет продолжается идет идет из 12 стиха мы читаем но он сказал мне я пришел то есть это начало до возвестить это 10 глава 1 стих на своем числе 12 стих читаем он сказал мне я даже видите даже в речи это многоточие ставлю что просто чтобы у нас мысль не рассекалась по древу а вот мы прям видели концентрат я для вас подаю чтобы вы все это уразумевали вы всегда можете обращаться к оригиналам и все изучать проверять все мои мысли которые я вам пытаюсь вложить в уши ваши я пришел возвестить тебе даниил что будет с народом твоим в последние времена так как видение это относится к отдаленным дням ну что еще какие нам нужны свидетельства и 11 глава 9 стих ну это ему в этот раз большой у нас прям в несколько глав это идет видение уже все видение было это зака это окончательные слова финальные слова и опять этот ангел говорил и отвечал он иди даниил ибо са то есть он все раскрыл и иди даниил ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времена время их понимать могут только такие как мы с вами уже потому что вот сегодня на своем 2 декабря 2016 22 года уже 22 год третьего тысячелетия уже пора гряди господи две тысячи лет прошли третье тысячелетие наступило живем в третий год в третий день если хотите или в седьмой седьмой день если от первых песен адама с евы вот так вот надеюсь вам очередное свидетельство мое показалось что мы действительно столько аргументов посмотреть сколько я вам сегодня уже напомнил еще разобрали да ну и давайте все таки я хоть подробно разбирал в том видео давайте еще раз вспомним притч вы знаете я могу о евангелии об истине говорить до бесконечности у меня рот не закрывается я вам хочу и в этом ролике кто-то может впервые попадет на это видео на такое всеобъемлющие лука 13 6 9 иисус рассказывает притчу некто имел виноградники своем посажен смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел и сказал винограду вот я третий год прихожу третий год это первый день третьего года первый час первая секунда до это начало третьего тысячелетия бог пришел на землю посмотреть чем занимаются люди люди тут творят уже такие беззакония российская агрессия против украины перерастет скоро скорее всего в третью мировую войну я третий год прихожу искать плода на на этой смоковнице не нахожу сруби ее на что она и землю занимает но он сказал ему в ответ господин оставь ее на этот год пока я копаю и обложу навозом не принесет ли плода если же не принесет на следующий год срубишь ее кого означает здесь эта смоковница здесь конечно же это уже не христиане просто как вот мы с вами 2000 лет я христианство ну там тоже как человечество да по сути просто проповедь именно христианство на это есть акцент мы с вами видим в символах поэтому я так говорю христианство по сути 2000 лет чем 2000 лет истории человечества смоковница конечно символизирует всех людей бог смотрит горит на это человечество псевдо христиане частью которой является конечно есть настоящие христиане люди живущие в любви ко всему божьему творению природе, животным людям и духам таких конечно немного, но они есть Бог смотрит на все это два тысячелетия прошло вот пришел в начале третьего помните как в потопе сойду посмотрю чем занимаются люди а тут одни беззакония одна мерзость запустения сруби ее, на что она землю занимает конечно же виноградарь то есть этот господин это символ Бога это образ Бога виноградарь это образ Христа отец говорит сыну или господина говорит своему виноградарю а он говорит нет подожди еще один год, еще третий год подожди, третье тысячелетие когда Господь придет и всю тысячу лет не как он в первое свое пришествие был все три с половиной года, ну проповеди конечно он жил еще до 30 лет обычной человеческой жизнью но тысячу лет он будет с нами я третий год буду весь за ней следить, удобрять ее, буду поливать там ухаживать не принесет ли плода и снег срубишь в конце третьего тысячелетия тысячелетия царства Иисуса Христа что будет? великий суд земля и все дела на ней сгорят небо совьется пред лицом небо убежит от лица Божьего и все восстанут все воскреснут и тогда будет великий суд идеально, притча просто описывает вот все, что будет ну и дальше, как я вам сказал третий пункт это семь дней как семь тысяч лет конечно же для нас первый образ это всегда шесть дней творения куда мы еще обратимся шесть дней Бог творил седьмой отдыхал значит шесть тысяч лет мы с вами живем да, четыре тысячи до Рождества Христова я вот такую тогда слайд сделал вы помните, да две тысячи после и седьмой день, день покоя естественно он означает тысячелетнее царство Иисуса Христа вот, то есть тут прям все у нас складывается вы помните, как Иисус именно Марка 9.1.3 ну естественно есть во всех синаптических Евангелиях подобное место где Иисус вы помните по прошествии шести дней шести дней жизни человечества шести тысяч лет взял Иисуса, Петра и Аквана и взошел на горы вы помните, там он преобразился и они спустились с горы конечно же это это символ шести тысяч лет вот заканчиваются который у нас с вами седьмой тысячелетий который началось это Господь идет преображенный воскресший когда-то да идет мы к нему собираемся на гору да, то есть возносимся это восхищение так называемое всем известное да и сходим то есть собираемся в земле обетованной идеальное место показывающие опять все эти образы и символы ну и помните что Иисус воскрес конечно же в какой в первый день недели в седьмой день воскресенье естественно опять символизирует по прошествии шести дней в седьмой день Господь воскрес рано утром какой еще какой еще символ нам искать где воскресенье Господне означает конечно же 3000-летнее царство воскресших во Христе вот такое вот сегодня видео я надеюсь оно вам понравилось было интересно назидательно страничку я переделал как сказал все ссылки уже в описании всегда можете изучить глубоко переходить дальше проваливаться как это говорят глубже изучать если там хотите просто посмотреть контексты ну в рамках сегодняшнего видео они не особо нужны были поэтому я я стараюсь на странице все-таки собрать все что нужно чтобы никуда там не было приходить можете делиться кому-то показывать эту игру если сами все вникнете сами поймете примете это веруете исповедуете и можете приповедовать все мои весь мой сайт все мои материалы абсолютно бесплатно в общем доступе пользуйтесь на здоровье распространяйте даром получили как Иисус сказал даром давайте я только от этого тоже счастлив вот такое вот видео ну и не такое уж оно прям большое в полчаса я уложился а мы с вами пробежались подвелись все итоги вспомнили все места так что не зря я считаю я просто переживал что как я тут вечно часами пишу думаю для меня это как раз краткое видео так что отлично вот такой вот день за год как мы видим тоже работает и сработало я всегда вот так думаю не может быть у Бога два или три свидетельца должно быть недостаточно одной евангельской притчи вот в таком контексте когда день за год год за день ну а день как тысячи лет да вот и и вот так вот видите нашлось второй вчера Даниил я сейчас изучаю потому что много погружаюсь потому что откровение кто знает все там тоже исследую показываю вам все это мы живем уж раз в этих добрались раз такие все ужасы начались уже по всему лицу распространяются все что мы сейчас видим в какой ад мы с вами все погружаемся летим без дна пробивая или пробивая дно за другим так что все очень похоже все очень сладенько складывается к сожалению много горечи мы вкусим ну уж что есть то есть так что вот так вот и значок я наверное все таки неправильно сделал ну вы увидите уже может другой я год надо за день а день как тысячу лет вот так я чуть-чуть тут поменяем местами ну не суть важна не каждый обратит внимание так будет так будет смыслово правильно подать ту мысль которую я говорил все у меня на этом все лепите обязательно лайки если нравится мое видео это очень важно для алгоритмов ютуба вот и распространяйте это видео обязательно у себя на ресурсах в социальных сетях в личных сообщениях пишите ваши комментарии мысли размышления задавайте вопросы что еще не ясно делитесь если вы можете с чем-то поделить у вас какие-то свои откровения дополнения может хотите еще что-то чего я не знаю какие есть места интересные все пишите либо в комментариях либо в личку мне обязательно я открыт все мои контакты реквизиты для контактов всегда в описании к каждому ролику в первом закрепленном комментарии все найдете я доступен во всех каких только возможных ну сейчас надо оговариваться не заблокированных в России ресурсах потому что я туда сейчас не захожу фейсбук я могу раз в сто лет появиться через VPN но и не хожу а так все что есть в телеге я всегда в контакте раньше был всегда сейчас его тоже меня там уже заблокировали наоборот хоть он не заблокированный Российской Федерации вот короче в основном я езжу в телегу всех призываю в телегу ну или в комментарии пишите я тоже все отвечаю если вопросы достойны целого видео моего записи достойны по объему по глубине по важности кто знает я очень часто отвечаю тоже в видеоформате как раз подтягивая этот вопрос под какую-то тему все пока-пока до встречи в следующих видео субтитры